В эфире информационная программа День города. В студии Алена Куколева. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Один миллиард рублей одной купюры. В городе работает выставка «История денег в монетах и банкнотах». Новый порядок предоставления налоговых льгот и как можно получить информацию о своем ИНН. Из неудачного бизнеса в незаконной. Рязанские предприниматели торгуют подпольной незамерзайкой. В Рязанской области новый порядок предоставления налоговых льгот. Представители Рязанской налоговой провели пресс-конференцию одной из главных тем, которая стала реализация права на льготы по имущественным налогам. Подробнее в материале Оксаны Тебенихиной. Заместитель руководителя региональной ФНС Алексей Лощенов рассказал журналистам о том, каким образом рязанцы могут реализовать свои права на налоговые льготы. В первую очередь стоит помнить о том, что если гражданин входит в категорию, подпадающую под это право, то ему необходимо предоставить заявление о предоставлении налоговой льготы и документы, подтверждающие право на данную льготу в налоговый орган по своему выбору. Это касается освобождения льготника от уплаты налога на транспорт, на земельную собственность и на имущество физических лиц. Также эти льготные категории перечислены. Это пенсионеры, инвалиды, ветераны, имеющие транспортные средства легкового кузова до 150 лошадиных сил, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, граждане, имеющие на иждивение трех и более детей до 18 лет, соответственно, ну и иные категории граждан, информацию о которых также можно получить на нашем сайте налог.ру. Тем, кто ранее представлял документы в налоговый орган, повторно обращаться за правом на налоговую льготу по одному и тому же объекту налогообложения не требуется. Также Алексей Лощенов рассказал о том, как гражданам получить информацию о своем ИНН. В свете последних событий, а именно изменений в правилах проверки формы 2 НДФЛ, которые введены в 2016 году, у налоговых агентов больше не принимаются справки, где не указан ИНН. Поэтому работодатели потребовали от работников предоставление этих цифр, по сути дела, на фоне сезонного пика заболеваемости. Такой ажиотаж ни к чему, ведь и заветные циферки ИНН, если у гражданина имеются, узнать можно другими способами. Первый способ – это воспользоваться интернет-сервисом «Узнай свой ИНН». Второй – если гражданин ранее зарегистрировался в интернет-сервисе ФНС России, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, то при входе в сервис в правом верхнем углу отображается его ИНН. Способ третий – если налогоплательщик получал от налоговых органов уведомление об уплате имущественных налогов, то в данных документах также указаны ИНН налогоплательщика. И последний, четвертый способ – обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства с заявлением о выдаче свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Также обращаю внимание, что и у работодателя, у налогового агента также имеется возможность получить сведения об ИНН работника путем обращения на официальный интернет-ресурс налоговой службы налог.ру, используя сервис «Узнай ИНН». Если же ИНН не был оформлен, вам все-таки придется написать заявление на его получение в филиале налоговой службы по своему месту регистрации. Чтобы не отстаивать очереди, можно записаться на прием онлайн на сайте налог.ру. Оформляя онлайн-записи, вы сможете выбрать подходящее для себя время и день. Вам тут же будет дан номер кабинета и окошко, где вам будут оказаны услуги. 4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Проводится он не в первый и, увы, не в последний раз. По той грустной причине, что рак не только не сдает свои позиции, а напротив. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о грядущей волне онконедугов. Ежегодно за лечением в областной онкологический диспансер обращается более 5000 граждан, как взрослых, так и детей. Любая болезнь – это беда, а онкозаболевание – это настоящая трагедия. У нас каждый третий, четвертый человек в области – это человек пенсионного возраста. А мы с вами знаем, что онкологическими заболеваниями болеют чаще всего это люди 50, 60, 70, 80 лет. Вот поэтому мы считаем, у нас нет какой-то особой вредности в регионе и так далее. Только с этим связано. Проблемы раковых заболеваний сейчас беспокоят все мировое медицинское сообщество. В нашей стране новое образование занимает одно из первых мест среди причин смертности населения. На распространенность онкологических заболеваний оказывает влияние экологическая ситуация, образ жизни, генетические факторы. На совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации при онкологических заболеваниях направлен комплекс мер, которые с 2009 года реализуются в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». Одни локализации уменьшается заболеваемость, а при других заболеваниях она увеличивается. Например, за последние 15-20 лет снизилась заболеваемость с раком желудка. Снизилась значительно. Когда-то он был на первом месте 20-25 лет назад, а сейчас он ушел на четвертое место. Но сейчас выходит на первое место у мужчин это опухолепредстательная железа и колоректальный рак. У женщины это опухолемолочная железа. Своевременное выявление и лечение больных на ранних стадиях заболевания – способ продления и улучшения качества жизни, а также сокращение инвалидизации населения в результате раковых заболеваний. Однако, какой бы печальной ни была статистика, специалисты уверены – предотвратить развитие рака возможно из лечения реально при обнаружении опухоли на ранних стадиях болезни. Медицина не стоит на месте. Ежегодно появляются новые, более современные методы лечения рака. Возможно, что в будущем появится вакцина против всех видов этого страшного заболевания. Но пока на сегодняшний день ранняя диагностика и своевременные лечения, а также профилактика остаются наиболее эффективными способами защиты. Сотрудники автоинспекции проводят большую профилактическую работу, направленную на предупреждение происшествий с участием общественного транспорта. О результатах этой работы расскажет Марина Комиссарова. К сожалению, довольно частыми в последнее время стали дорожно-транспортные происшествия с участием общественного транспорта. За 2015 год на территории области зафиксировано 80 ДТП с участием коммерческого транспорта, в которых погибли 3 человека, и 139 получили травмы различной степени тяжести. При этом, как уже установлено, половина этих происшествий произошли по вине водителей коммерческого транспорта. Госавтоинспекция региона регулярно проводит профилактические мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием коммерческого транспорта. Однако нарушения в последнее время встречаются все чаще и чаще. В Госавтоинспекцию регулярно поступают сообщения, в которых граждане сообщают о фактах нарушения правил дорожного движения водителями маршрутных транспортных средств. Сотрудники Госавтоинспекции рассматривают все поступившие видео и фотоматериалы и в случае установления признаков состава правонарушения в области дорожного движения привлекают нарушителей к ответственности. Госавтоинспекция призывает граждан проявлять активную позицию и сообщать в ГИБДД обо всех известных фактах нарушений, совершенных водителями маршрутных транспортных средств. Видеоматериалы с наличием регистрационных знаков и номеров маршрутки нарушителя можно направить на адрес электронной почты ГИБДД 62 собака гибдд.ру. Не уменьшается количество ДТП и по вине пьяных водителей. 2 февраля примерно в 7.30 в городе Рязани на 191-м километре дороги федерального значения Москва-Челябинск 31-летний житель областного центра, управляя автомобилем ВАЗ-2109, совершил опрокидывание. При выяснении обстоятельств дорожно-транспортного происшествия стало известно, что ранее водитель привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Было установлено, что это уже шестой случай, когда мужчина сел пьяным за руль. Его доставили на стационарный пост ДПС, где провели освидетельствование. В Рязани обезвредили иностранных наркокурьеров. Наркополицейские пресекли деятельность преступной группировки, состоявшей из двух граждан Украины, которые занимались избытом наркотиков. Подробнее расскажет Анна Герцовская. Двое молодых людей приехали в Рязань из Украины для того, чтобы распространять наркотики на территории региона. Для своих махинаций они выбрали такой тип сбыта, как интернет. Молодые люди 21 и 23 лет в течение месяца сбывали наркотики с использованием интернет-магазина. Злоумышленников задержали с поличным на маршруте раскладки наркотиков в тайники. Для проживания и хранения синтетики они использовали съемную квартиру на улице Циолковского. В результате обыска в адресе обнаружен 1 килограмм 330 граммов так называемых скорости и спайса. Наркокурьеры арестованы, расследуется уголовное дело. Наркополицейским Рязанской области из года в год удается успешно выявлять различные схемы оборотов наркотиков, находить преступников и задерживать преступные группировки. Многое из перечисленного особенно успешно выполняется в период спецоперации по выявлению наркопреступников. И в этот раз для того, чтобы найти украинских поставщиков, была проведена федеральная межведомственная оперативно-профилактическая операция «Кайман». Она действовала на всей территории России в декабре 2015 года. В настоящее время, по данным ФСКН России, на территории Украины действуют профессиональные вербовщики наркомафии, которые активно нанимают рекрутов в свои ряды. Установлены каналы поставок и география сбыта наркотиков в России. Финансовая структура наркобизнеса, а также алгоритм вербовки и обучения участников сетевого наркозбыта. Перед отправкой наркокурьеров в Россию с ними проводится инструктаж. Вручаются мобильные телефоны с программным обеспечением и деньги на расходы. После прохождения кратковременной стажировки в одном из российских регионов, наркодилеры осуществляют распространение синтетических наркотиков, произведенных в странах Юго-Восточной Азии, на территории России через тайники-закладки. В ходе спецоперации «Кайман» по всей стране было выявлено 41 наркоформирование, общей численностью более 120 человек, в состав которых входили граждане Украины. Рязанские полицейские провели рейд по популярным точкам придорожной торговли в окрестностях Рязани. Предметом торговли, организованной с нарушением правил, часто становится незамерзайка. Предприниматели зачастую предвигают товар слишком близко к проезжей части или торгуют без необходимого для этого разрешения. Рязанские полицейские провели рейд по популярным точкам придорожной торговли в окрестностях Рязани. Удалось выявить два факта незаконной реализации незамерзающей жидкости для автомобильных стекол. Нарушители обнаружили на въезде в областной центр по трассе М-5 со стороны Рыбного. Сегодня сотрудниками полиции совместно с администрацией Рязанского района проводились мероприятия по незаконной реализации незамерзающей жидкости. В ходе данного мероприятия были выявлены два факта реализации незамерзающей жидкости. Нарушение, которое предусмотрено статьей 14.1, часть 1, Кодекса административного правонарушения. Санск, за которое предусмотрено штраф в размере от 500 до 2000 рублей. В настоящее время проводится проверка. Автомобильная незамерзайка нередко становится предметом торговли, организованной с нарушением правил. На пути навстречу потенциальному покупателю предприниматели, располагающие лотки с незамерзайкой на обочинах оживленных дорог, зачастую предвигают товар слишком близко к проезжей части или торгуют без необходимого для этого разрешения. К тому же возникают претензии и к качеству самой незамерзайки. Нарушителям грозит штраф от 500 до 2000 рублей. Один миллиард рублей одной купюры могут увидеть рязанцы. В городе работает выставка «История денег России в монетах и банкнотах». Та, что достоинством в миллиард, была в ходу в 1924 году. О ней, а также о каждом из полутора тысяч подлинных экспонатов, частный коллекционер Владислав Студеникин собрал дополнительную информацию. Здесь можно найти монеты времен Золотой Орды и деньги отдельных губерний Российской империи. В Рязанском Кремле работает выставка «История денег России в монетах и банкнотах» из частной коллекции Владислава Студеникина. Более 500 разновидностей подлинных монет и банкнот, которые были в ходу на территории нашей страны со времен Золотой Орды и по настоящее время, можно увидеть в стенах певческого корпуса до 28 февраля. Заметное место занимают выпуски денежных знаков отдельных городов и губерний огромной Российской империи. Это очень наглядный инструмент, так как любое изменение общества, оно прежде всего отражалось на самом чувствительном, это на деньгах и ценах. Естественно, цены диктовали размер монет, то есть их содержание драгоценного металла. Вот здесь вы увидите, как из маленьких чешуек они превратились в большие, потом опять в маленькие, потом опять в большие, потом стали бумажными. И в конце концов получили золотое обеспечение. Какие ужасы несет в стране гражданская война. Здесь очень наглядно представлено, что лучше спокойно жить и поступательно развиваться обществу. Также на выставке можно узнать, чем расплачивались за работу в немецких концлагерях и в советских трудовых лагерях НКВД. Какие деньги выпускала Германия для оккупированных областей Советского Союза и для каких стран Россия сама выпускала деньги. Когда я, наверное, в классе четвертым был, я залез на чердак к себе в деревню и там обнаружил среди прочего хлама Екатерининский пятак 1869 года. Он представлен здесь на выставке, как первый экземпляр. Вот с этого и началось. А потом, когда я пошел в клуб, в Рязанский клуб археологов, как-то больше, поближе познакомился с производством денег в Древней Руси. Благо и музейная коллекция была такая довольно-таки интересная. Ну и почему бы не начать собирать? Надо же что-то было собирать в детстве. Вот начал собирать монеты. Сначала бессистемные, а потом какая-то система пришла, и вот она сейчас вылилась в подобную выставку. Увлечение настигла Владислава Студеникина около 15 лет назад. И с тех пор история банистики и нумизматики, а также предметное собирательство, как он сам признался, основная страсть его жизни. Судьба любого государства напрямую зависит от состояния системы образования. Если страна стремится к развитию, руководство ставит целью занимать одну из первых позиций на мировой арене. Для этого нужно заботиться о грамотности и образованности населения. Внедрение европейских традиций и инноваций, не адаптированных под российский менталитет, увы, часто приводит к обратному эффекту. В садик не попасть, педагоги платные, льгота нет, престиж высших учебных заведений падает. О том, как эту ситуацию видят депутаты Госдумы, какие проблемы они считают основными, мы обсудили с депутатом Государственной Думы, членом фракции КПР Владимиром Федоткиным, который сегодня стал гостем программы подробностей. Смотрите ее сразу после выпуска новостей. На этом у меня все. Мы желаем вам хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok